Микс Ньюс. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Что так? Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня у меня в гостях поэт, переводчик, в прошлом профессор Ельского университета США Томас Венслова. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-6191. Вот удивительная история, что вы переводили Бродского, а Бродский переводил вас. Наверное, не каждый поэт может этим похвастаться. Вот сложно было переводить Иосифа Бродского? Ну, перевод вообще довольно сложная работа. Но я много этим в жизни занимался. Пожалуй, больше, чем собственными стихами. И, так сказать, что мог, то сделал. Я переводил Бродского не так уж мало. Сейчас выйдет книжка по-литовски. Ну, у нас вышло несколько сборников Бродского на литовском языке. Но сейчас будет такая специфическая книжка «Белингва» к юбилею Бродского, который уже прошёл. И там будут русские тексты и мои переводы. И там будет что-то типа 15 стихотворений. Больше ранних, но есть и поздние. Есть и целая поэма, можно назвать поэмой «Вертумна». Ну, вот интересно, что вы в одном из интервью сказали, что узнали о Бродском в день смерти Пастернака. И прочитали стихотворение «Пилигрима». Да, так случилось. У меня был приятель, москвич, ныне его нет уже в живых, он меня повёз в Леонозово. А Леонозово тогда было центром подпольного искусства. Там в бараках жили художники, которые делали картины, имеющие очень мало общего с азиалистическим реализмом. Ну, потом они пострадали, потом они эмигрировали, но тогда это ещё было впереди. И вот смотрели мы эти картины, и, как обычно бывает, стали ещё и стихи читать. И мой московский приятель прочёл несколько стихотворений Бродского. Сказал, вот появился такой вроде бы гениальный поэт в Питере. Вот я вам прочту пару его стихотворений. Прочёл пилигримы и, по-моему, глаголы. И мне это не очень понравилось. Пилигримы показались просто слабым мелодраматическим стихотворением. Да, собственно, даже и сейчас мне это так кажется. Но было очень твёрдое ощущение, что вот у этого парня, несомненно, есть какая-то харизма. И он, наверное, научится писать лучше всех. Действительно, не прошло и нескольких лет, как он научился писать лучше всех. Бродский сам об этом рассказывал. Он поставил себе задачу. Вот буду писать лучше всех в Питере. И говорит, через полгода я эту, так сказать, задачу решил. Следующая задача. Буду писать лучше всех в Советском Союзе. Через полтора года эту проблему решил. Третья была задача. Буду писать лучше, чем Роберт Фрост. Вот это, сказал он, у меня не получилось. И, вероятно, не получится. Но старался. Вот я прослушал Пилигримы. А на следующее утро узнал, что скончался Борис Леонидович Пастернак. Которого я немного знал. То есть был у него в жизни однажды в гостях. И разговаривал полчаса. Но я его очень любил, его стихи. Доктора Живаго меньше. А стихи очень любил. Он этим возмущался. Говорил, что любить надо только роман. А стихи – это полная ерунда. Ну и... Я его немножко тоже переводил. Уже тогда как раз я начал карьеру переводчик, если можно так сказать, с Пастернака. И вот узнал, что именно в день, когда я слушал первые стихи Бродского и услышал его имя, Пастернак скончался. То есть это вполне символическое, удивительное совпадение. Ну, что было, то было. То есть получается, что здесь можно как раз на эту ситуацию посмотреть, как на некую передачу, такая смена поколений, и Бродский стал преемником в какой-то степени Пастернака. Ну, несомненно, это так. Несомненно, это так. Так в моём случае получилось. То есть кто-то знал Бродского и раньше, при жизни Пастернака. Но я узнал о нём впервые именно тогда. А потом довольно много слышал о нём от Анны Андреевны Ахматовой. Причём Бродский тогда уже был в ссылке. Ну, она читала его стихи сама, и какие-то стихи даже проникли к ней из тюремной камеры, потом из ссылки в Норинской. Вот тогда я о нём узнал гораздо больше, и он стал мне нравиться гораздо больше. А встреча с Пастернаком, как это произошло, как вы у него оказались дома? Ну, вы знаете, как это было. Во-первых, началось с того, что мы, несколько человек в Вильнюсе, когда его выдвинули на Нобелевскую премию, мы написали ему письмо с поздравлением, с надеждой на то, что он эту премию получит, и с пожеланиями, так сказать, здоровья и новых книг. Это письмо до него дошло. И, насколько я понимаю, в момент, когда его травили в связи с Нобелевской премией, это было одно из писем, которое ему в чём-то даже, наверное, помогло. Ну, у меня была знакомая, звали её Наталья Леонидовна Трауберг, такая довольно известная тогда в московских кругах деятельница. Она религиозный деятель, переводчица. Сама кое-что писала ей довольно интересно, сейчас её тоже нет в живых. Она знала Пастернака довольно близко. Была одной из первых читательниц романа и как-то мне сказала, не съездит ли нам в Переделкино и не сходить ли к Борису Леонидовичу. Ну, это как раз было в период травли. Это уже было после Нобелевской премии, исключение из записателей. Ну, я, естественно, с восторгом, я бы сказал, принял это предложение. Мы поехали в Переделкино. Ну, говорили коротко, потому что оказалось, что Пастернак едет в Москву на театральную постановку. Его пригласили немецкие актёры, немецкий театр на постановку, кажется, Фауста или Шиллера. Я уж точно не знаю, но это был немецкий театр, который гастролировал в это время Москве. Российский театр, вероятно, не мог бы его пригласить тогда. И он собирался, так сказать, в театре, поэтому уделил нам немного внимания. Ну, поговорили, правда, я не говорил, я слушал, но слушать было интересно. Ну, Анна Ахматова, с ней вам тоже приходилось встречаться? С Анной Ахматовой я встретился, потому что мы в Литве с поэтессой Юдитой Войчуной, тем моей однокурсницей, очень талантливой поэтессой, тоже уже нет её в живых, причём давно нет живых, лет 15, хотя она даже моложе меня. И вот мы с ней сделали сборник Ахматовой и сумели его издать в те советские годы. Я поехал в Москву вручать сборник Ане Андреевне. Она была в этот момент в Москве, хотя больше жила, как известно, в Питере. Ну, вручил этот сборник. Она попросила даже прочесть какие-то переводы, сказала несколько общих слов. Ну, я всегда рассказываю, что у неё были так называемые пластинки. К ней приходили сотни графоманов, но она для каждого находила хорошие слова. Но если она говорила, вы мастер рифмы, или вы замечательно владеете метафорой, это означало, что вы можете идти и утопиться в Неве, что ваши стихи никуда не годятся. Вот что-то в этом роде она сказала и об этих моих переводах, там, ухваченная интонация. Если ей лавилось, что бывало очень редко, она говорила, в этих стихах есть какая-то тайна. Это она сказала, в частности, Бродскому. Ну, и когда я это всё услышал, я откланялся, ушёл, и, честно говоря, хотел утопиться в Неве. Но мне повезло, потому что сразу после меня когда книжка ещё лежала у Ахматовой на столе, к ней пришёл в гости Вячеслав Всеволодович Иванов, известный семиотик, лингвист, культкультуролог, ну, великий, в общем, учёный, который знал 50 языков, в том числе литовский, он знал примерно так же, как и я. Он прочёл и похвалил эти переводы, и тогда Ахматова нашла меня и сказала, что теперь я знаю, что в этих переводах есть какая-то тайна. Даже надпись такую сделала на этой книжке, тайные от меня самой мои стихи, и я стал к ней просто ходить, стал, как говорится, вхож к Ахматовой, и видел её, наверное, раз в 15. Но об этом я написал короткие воспоминания. Вот интересно, что Дмитрий Быков, российский писатель, он, когда читал лекцию об Ане Ахматовой, назвал её королевной, она вела себя как королевна, именно такую формулировку он использовал. Вот она действительно была такой королевской особой? Королевна или королева? Королевна. Вот он сказал королеву. Ну, я не знаю, я её воспринимал скорее как королеву, как императрицу, своего рода Екатерину Великую, как бы мы ни относились к Екатерине Великой, но что-то общее у них было. Ну, да, несомненно, несомненно, это была такая царствующая особа, в отличие, кстати, от Пастернака, который был просто вот свой парень, с ним можно было разговаривать почти на равных. Правда, я стеснялся, я с ним не разговаривал на равных, но если бы я стал, то ничего бы не произошло. А вот с Ахматовой это было невозможно. Ну, вот интересно, что травля Пастернака, вот эта фраза, ставшая знаменитой, о том, что Пастернака не считал, но осуждаю, и все вот те поэты и писатели, о которых вы уже рассказали, они ведь подвергались в какой-то степени травле. Ахматова была в опале, Бродский был в опале, Пастернак был в опале, и вы были в опале. То есть, получается, что это был такой обычный, в какой-то степени, путь для поэта, для писателя, который хотел заниматься искусством. Ну, понимаете, система была такая, в том числе литературная, что любое живое слово, и даже не обязательно живое, воспринималось как антисоветское. И если поэт хороший, он пишет живыми словами, и тем самым он по определению антисоветский, даже если он не ставит себе эту задачу. Ну, Бродский говорил, что он никогда не унижался до того, что писать антисоветские стихи, хоть это не совсем так. У него есть стихи, халует, лясется, раб, хохочет и некоторые другие, которые иначе как антисоветским всё-таки трудно назвать. Но, что касается моей скромной особы, меня просто не печатали, или печатали очень мало. Тоже надеюсь, потому что в стихах пробивались какие-то живые нотки, а это уже нельзя. Вот так оно было. Но сейчас молодым людям очень трудно это объяснить. Ну, это интересно, что Ахматова ведь написала реквием, который она читала и прятала, потому что это было абсолютно антисоветское произведение, и даже Ахматова боялась, что его могут найти. Да, она это заставляла своих знакомых выучить это наизусть, а потом сжигала рукописи. И это сохранилось только в памяти ну, примерно 10, наверное, человек. А потом, когда времена уже стали, по словам той же Ахматовой, более вегетарианскими, это было восстановлено, по памяти эти стихи были восстановлены, и даже при жизни Ахматова уже напечатаны за границей. Собственно говоря, это было нарушение советских правил более сильное, чем даже доктор Живаго, потому что это было совершенно откровенно о советской власти, и ничего хорошего Ахматова сказать не могла. Но, тем не менее, после дела Пастернака, которое вызвало все-таки некий подъем общественное и некое возмущение общественное, это чувствовалось в воздухе, после дела Пастернака власти уже не хотели второго такого же скандала, и хотя Ахматова этого опасалась, скандала не было. То есть это спустили как-то на тормозах, ничего об этом старались не говорить, ну, Реквием появился в Мюнхене, а потом, спустя много-много лет, появился и в России. Вот та же Югита Войчун, которая переводила, так же, как и я, переводили мы Ахматову, ну, это в основном ее ранние стихи, она перевела и Реквием, но это уже при независимой Литве в новой совершенно ситуации. Но можно ли говорить о том, что таким образом советская система влияла на особый вид искусства, потому что мы можем вспомнить даже Бориса Стругацкого и братьев Стругацких, которые градобреченные, написанные в 70-е, тоже, в общем-то, дали двум знакомым рукописи и были уверены, что его никогда не напечатают, потому что это произведение могло не понравиться КГБ. И тем не менее, эти произведения, о которых мы говорили, о которых я сейчас упомянул, они все-таки находили своего читателя и становились великими. Вот эта система, которая давила, она могла, можно ли было ее в этом смысле воспринимать как плюс, потому что формировало что-то очень сильно, как алмаз под прессом, например. Ну, это, вы знаете, давление, конечно, способствует процветанию литературы, если оно не превращается просто в убийство. когда убили многих, убили, как известно, многих, того же Мандельштама, того же Бабеля, ну, в конце концов, можно сказать, что и Платонова убили, и того же Пастернака убили, и Ахматова в каком-то смысле. Вот пока давление не доходит до прямого убийства, это может быть литературе и полезно. Ну, из этого, наверное, все-таки не следует делать вывод, что литературу надо давить. Без давления она иногда тоже дает хорошие результаты. А когда вы почувствовали себя под прессом системы, потому что вас лишали гражданства СССР, там, после иммиграции и так далее и тому подобное, вы тоже, ну, как раз человек, которого можно назвать диссидентом. Вот когда вы ощутили, что вы являетесь противником этой системы, и как система на это отвечала? Это происходило постепенно. Человек сначала оглядывался и понимал, что что-то не в порядке. Я, например, был честным комсомольцем лет до 19, но понял, что что-то не в порядке и сильно не в порядке, когда подавили Венгерскую революцию. Вот часто говорят, все ощутили, когда подавили Чешскую революцию. Прошлую весну. Ну, мое поколение, я, да и Бродский, да и многие другие, мы ощутили это раньше, на 12 лет раньше, в 56-м году, когда подавили Венгров. Начинаешь понимать, что ты в порядке. Потом, как говорил Радищев, душа твоя страданиями человечества уязвлена стала. Это бывает, и это очень правильное ощущение. Ну, и что-то читаешь, читаешь что-то не то. Прочитываешь запретную литературу, самиздат, или даже, скажем, Джорджа Орвелла. В моей жизни он сыграл огромную роль, 1984 год. Я это прочёл в английском оригинале. Русского перевода тогда не было, по-моему. Одна из первых книг, которые по-английски прочёл. Что-то прочёл, потом сам что-то написал, а потом хватаешься за голову, говорит, батюшки, да я уже давно диссидент. А власти даже раньше тебя-то понимают, что ты давно уже диссидент. Ну, и начинаются всякие неприятности. Насколько сильны будут эти неприятности, зависит от многих причин. Отчасти от твоей активности, но также от случайных причин. Мне, в принципе, скорее везло. Если на меня давили, то не так сильно, как на многих и многих других. Вот об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Сейчас небольшой перерыв. Томаса Финцлова у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Томас Финцлова у нас в гостях. Это программа «Встретились, поговорили». Мы продолжаем наш разговор. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вы один из немногих мужчин, в данном случае это не сексистки звучит, которому Иосиф Бродский посвятил свои стихи. Вот как мы с вами, кстати, говорили за эфиром, приоткрою небольшой секрет, в основном он посвящал стихи дамам, но посвятил и вам литовский актер, если не ошибаюсь. Ну, Андрею Сергееву, например, был такой переводчик, его, да и мой, собственно говоря, близкий друг, есть стихи, посвященные Сергееву. Есть знаменитые стихи и замечательный рождественский романс, посвященный Евгению Рейну. Так что это не исключение. Но вам было приятно, когда Бродский посвятил вам стихи? Ну, естественно. У меня тоже есть стихи, посвященные Бродскому. Мы как-то в этом смысле друг другу отвечали. Дедикациями, посвящениями. Ну, это скорее стихи, посвященные Литве, поскольку Бродский очень интересовался Литвой. Он был в Литве, он любил Литву даже, так, наверное, не будет лишним сказать, что он больше любил Литву, чем Латвию и Эстонию. Ну, Латвию и Эстонию он не посвящал практически. Не посвящал, и даже мало в них бывал. Хотя и бывал. Но, скажем, многие шестсятники, тот же Аксенов, например, который был, собственно, приятелем Бродского, тот же Давлатов, они связаны с Латвией, с Эстонией, они об этом писали. У Бродского есть стихи про Литву, довольно много. Литва для него была таким палеотивом, такой запасной Европой. Он не мог попасть даже в Польшу. Вот Литва для него была как бы заменой Польши. А Польша, в свою очередь, заменой Италии. Поскольку ни Латвия, ни Эстония на Италию не похожи, а Литва несколько похожа, то Литва ему была как-то ближе. И вот литовский девертисмент, литовский ноктюрн, это стихи о Литве, но посвящены моей скромной особе, потому что я принадлежал к числу его литовских знакомых. Но таких было несколько. Ну вот интересно, что Сергей Довлатов, он, как известно, долго работал в Таллине, и он, в частности, говорил о Таллине как об игрушечном городе. И вообще, как страны Балтии, или как тогда называли Прибалтика, воспринимались? И как вы себя там ощущали? Потому что Довлатов тут же подчеркивал, что свободы в Эстонии было больше, чем в Ленинграде у него. Ну, несколько больше. Несколько больше, потому что даже если кто-нибудь что-то не то напишет, скажет или напечатает, то это в лучшем случае воздействует на один миллион человек. С этим можно еще как-то мириться. А в России это может воздействовать на сто миллионов и больше, и это уже серьезно. В Украине тоже там по меньшей мере на пятьдесят, шестьдесят миллионов это вполне серьезно. Ну, поэтому прибалтийские страны, да, там было особенно в Литве и в Эстонии, в Латвии, по-моему, меньше. Там было чуть больше этой свободы. Это не всегда было во благо, потому что люди научались каким-то правилам компромисса, где вроде можно бы сказать что-то честно или сделать что-то модернистское, необычное, но при этом не нарушить никаких советских правил. А это, так сказать, я бы не сказал, что это очень полезный психологический такой настрой, вот как компромиссный настрой. Но у Довлатова ведь один из самых знаменитых его романов называется «Компромисс». Ну, Но Довлатов писал о Таллине. Да, Таллин – город игрушечный. Вильнюс – нет. Вильнюс – серьезный город. Он величиной примерно как Таллин, такой же величины. Сейчас чуть побольше, тогда был такой же. Но Вильнюс – это город все-таки старинного очень университета, столица крупной независимой страны. В Средневековье и во времена Ренессанса Барокко это была крупная независимая страна. В то время как Эстония и Латвия были под властью Ливонского ордена, там, датчан, шведов, это было нечто другое. У них не было государства. В Литве было. В Литве много, так сказать, в истории Литвы много сложных и кровавых событий. К Вильнюсу нельзя относиться как игрушечному городу, а именно как чему-то серьезному. Вот это Бродского интересовало. Вряд ли он мог увлечься чем-то игрушечным. Но ведь у Бродского в письмах римскому другу здесь можно найти разные интерпретации и аналогии, но у него есть фраза, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Вот это можно было, на ваш взгляд, отнести к Прибалтике, к стране Да, мы это так и понимали, и от самого Бродского это не скрывали. И он сам говорил, да, конечно, вот Литва это такая провинция у моря. Ну, это для него, он вообще немножко проектировал себя и на Пушкина, который был сослан в Бессарабию, Пушкин, в свою очередь, проектировал себя на Авидия, который был сослан туда же, примерно туда же. И у Бродского тоже эта проекция получалась двойною. Вот Литва для него заменяла вот это место ссылки Бессарабию, где, конечно, ну, провинция, но все-таки чуть более свободные нравы. Ну, и от Цезаря далекая, как известно, Да, от Цезаря где-то дальше. Ну, большинство шестьдесятников очень увлекались Грузией и Арменией тоже, Кавказом. Бродский не очень, Бродский не очень, вот ему, его любимая страна была Литва, отчасти потому, что католическая, отчасти потому, что барочная, барокко его интересовало, Вильнюс это прямая противоположность Петербургу, Петербург на равнине, Петербург город прямых линий, Петербург это город классицизма в основном, на огромной реке, Вильнюс на холмах, Вильнюс барочный, не классический, Вильнюс город кривых улиц, кривых линий, Вильнюс это город скорее провинциальный, но все-таки это соизмеримо с Петербургом, так же, как Мицкевич из Вильнюса был соизмерим с Пушкиным, который был петербуржцем, Петербургский воспринимал этот контраст, для него был очень важен, как, кстати говоря, он важен и для меня самого, я очень люблю Петербург, и в нем немало бывало, даже жил, вот этот контраст двух городов для меня важен. У нас звонок, надевайте наушники, радиослушатель на линии, так только что был сорвался, я напомню еще раз телефона прямого эфира, 672-12-93-9 и 672-13-93-9, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Владимир, будьте добры, вот у меня будет такой вопрос, из того, что вы говорите, мне очень интересен момент по сторонам доктора Живага, я пару слов о себе, если ведущий позволит, вот я несколько раз начинал читать доктора Живага и не получалось вообще, а потом, когда перечитал его, значит, ну в определенный момент, меня потрясло, вот, и в это время меня изменилось сознание, восприятие революции и всего последующего, вот судилище, если помните рабочий, судили Стрелянова, да, если я ничего не путаю в фамилиях. Стрельников, наверное. Стрельников, да, да, спасибо вам, да, и вот мне очень интересно то, что вы сказали, что Пастернак среагировал на вашу реакцию по поводу стихов и романа, очень, так же, как бы и я сейчас воспринимаю роман Пастернака, что роман, вот это что-то потрясающее, еще раз, я сначала просто переварить не мог, а потом вот мое сознание перевернулось, и вот Пастернак вас, даже вас, там Пастернак сказал, что роман это несоизмеримо больше, чем его поэзия, вот вас это как-то изменило, его реакция на роман, или вы остались при своих убеждениях, спасибо большое. Я остался при своих убеждениях, я даже это сказал Борису Лениновичу, что вы меня не переубедите. У меня сдвиг и переворот сознания произошел не от романа, а от книги «Сестра моя жизнь», ранних стихов Пастернака, которые он сам потом уже не слишком ценил. Живаго, когда я его прочел, я его прочел до встречи с Пастернаком, мне было лет ну там 22, может быть, тогда, мне не понравился и, собственно, и сейчас он мне не очень нравится. Например, совершенно меня коробят простонародные диалоги, они не получились в Живаго. Потом там много верного сказано, много верного, много интересного и революции, и религии обо всем, но это вклинивается повествование как-то искусственным образом, там, кто-то вдруг начинает рассуждать на религиозные темы. Это могло бы быть статьёй, но в романе это звучит как-то, ну, не совсем уместно, и я не поклонник этого романа до сих пор, хотя я согласен, что на очень-очень многих людей он подействовал хорошо, и что роман этот, конечно, нужен русской литературе. Если говорить о книге, романе, поэзии, которая становится великой, есть определённый рецепт, потому что Галина Языфович, известный российский литературный критик, в интервью, когда мы с ней общались, она сказала, если книга становится великой, и если она может ухватить суть времени. Вот это действительно важный элемент, ухватить суть времени? Ну, вы знаете, это общие слова, по-моему. очень трудно сказать, почему тот или другой роман великий. Ну, наверное, они ухватывают какие-то существенные моменты в своём времени, или вообще в любом времени, наверное, да. Но иногда даже дело не в этом, иногда даже просто дело в том, что это хорошо написано. И я не уверен, так скажем, насколько хорошо ухватывает суть времени, насколько хорошо ухватываются суть времени многие романы Набокова. Но написаны они хорошо. Защита Лужина, например. Ну, вот. И, так сказать, именно поэтому это произведение в общем великое. Я у Набокова на самом деле люблю всё, что угодно, кроме Лолиты. Лолиту как раз не люблю, хотя в ней суть времени, причём именно вот середины XX века она уловлена хорошо. Но написано это хуже, чем приглашение на казнь, чем защита Лужина, и чем отчаяние, и многое другое, где о времени как бы речи даже и не идёт. Ну, в приглашении на казнь, конечно, идёт речь об этом. Ну, на ваш взгляд, всё-таки, вот, бывает такая несправедливость, когда, например, один роман, та же Лолита, я тоже не самый мой любимый роман у Набокова, тем не менее, становится его визитной карточкой в какой-то степени, потому что назови Набокова, сразу вспомнят Лолиту, а и другие его произведения тоже, возможно, вспомнят, но уже во втором и третьем ряду. Ну, это сплошь и рядом, это бывает сплошь и рядом. Вот у Пастернака тоже, у Пастернака вспоминаю доктора Живака, особенно на Западе, хотя бы потому, что фильм, и, наверное, почти каждый, особенно в определённое время, этот фильм видел, в определённом поколении это было важно. Но, в то время, как у Пастернака то, что действительно важно и хорошо, это «Сестра моей жизни», темы вариации, ну, Живака, если говорить о том, что я люблю Живака, это стихи, приложенные к доктору Живака. Вы знаете, что Тарковский в Андрее Рублёве использовал этот же приём и очень удачно. Сначала идёт роман, и это чёрно-белый фильм об Андрее Рублёве, а потом идут стихи, то есть стихи Живака у Пастернака и иконы самого Андрея Рублёва у Тарковского, цветное. И вот это самое сильное, что в фильме есть, конечно. Вот так получилось и в «Докторе Живака». Вот эти стихи на уровне и даже выше, иногда по уровню, чем весь стальной пастернак. Но экранизация может, скажем так, придать величие произведению? Ну, величие вряд ли, но популярность, конечно. А вот где проходит та грань между популярностью, массовостью, может быть, даже влюблённостью в произведение и тем, что оно уходит за эти рамки, то есть, перерастает в любовь уже поколений? Ну, это трудно, так сказать, обсуждать это. Тоже зависит от тысячи разных причин, и тут бывают тысячи разных случаев. Очень много популярных произведений, не имеющих серьёзного литературного значения. И умирающих достаточно быстро. Ну, в общем, да. И очень много крупных литературных произведений, которые особой популярностью не обладают. Ну, вот есть ещё реакция, на какие-то события. Например, Милан Кундера пишет «Невыносимую лёгкость бытия как реакцию на подавление пражской весны». И это произведение становится в том числе и, наверное, его уже можно назвать классическим. Ну, да, наверное, наверное. Но это произведение не только о пражской весне. Ну, и о людях, конечно. Это о многом другом, в частности о сексе, как и Лолита, кстати. Ну, это существенное измерение человеческой жизни. И если писать роман, то случается об этом сказать что-то важное. Вот это было, кстати, в XIX веке. Вот есть три романа об Адюльтере. Анна Каренина, Мадам Бавари, и есть ещё немецкий роман Эфибрист. Недавно я прочёл этот роман впервые. Мне показалось, что он лучше Анны Карениной и Мадам Бавари вместе взятых. Ну, может быть, мне это показалось. Но, действительно, это роман великий, хотя такой популярностью, как Анна Каренина и Мадам Бавари, он, конечно, не пользуется. А в чём феномен Толстого, как вы считаете? Ну, не знаю. Я небольшой поклонник Льва Николаевича. То есть, ну, знаете, если уж выбирать между русскими классиками, обычно выбирают между Толстым и Достоевским. да, классическое разделение. Конечно, мне Достоевский гораздо ближе, важнее и даже понятнее. Толстого я, честно говоря, со школьных университетских времён особенно даже не перечитывал. А Достоевского перечитываю, хотя его взгляды мне далеко не близки. Ну, это великая тройка, которая известна на Западе. Это Толстой, Достоевский и Чехов. Собственно, больше о русской поэзии, ну, наверное, знают уже специалисты. О русской литературе больше знают специалисты. Толстого и Достоевского и Чехова знают на Западе. Если кто вообще интересуется литературой, то этих трёх знают все. Отчасти поэтому, как опять же заметил Бродский, что у них общество, в общем, то же самое, которое было во времена Достоевского и Чехова, оно не изменилось особенно. Вот сейчас меняется, сейчас в связи с технологической революцией происходит какой-то очень важный, нам пока ещё не совсем понятный сдвиг в обществе. Но ещё лет тридцать назад Америка это, в общем, что Америка, что Мелехова во времена Чехова или Ясная Поляна во время Толстого, это было примерно одно и то же. И поэтому это их проблемы, это их люди, это их характеры. Поэтому этим, скажем, студент, если он решает специализироваться на русской литературе, то в основном потому, что на него подействовал либо Толстой, либо Достоевский, либо Чехов, либо все они трое вместе взятые. Ну вот ваши стихи, ведь их переводили два Нобелевских лауреата, мы уже упоминали Бродского и ещё вас тоже переводили, да, несколько Нобелевских лауреатов, если не ошибаюсь, вас переводили на... Ну, если честно, то два, Бродский и Милош, но они при этом не были ещё Нобелевских на польский, да, если переводил ваши... Милош на польский, да, а Бродский на русский. Вот, как вы считаете, удалось вам достучаться с помощью их переводов до, ну, назовём это так, иностранной аудитории? Ну, я не знаю, насколько я вообще до него достучался, но у меня есть несколько книг на английском, и вообще книги, книг у меня на разных языках, включая китайский, например, довольно много, довольно много и на французском, и на немецком, и на шведском, на каком угодно, и обычно по несколько книг. Ну, наверное, если их печатают, они находят какого-то читателя. насколько здесь помогли Нобелевские лауреаты, трудно сказать, в чём-то помогли, потому что, скажем, Бродский написал к моим стихам предисловие, и оно обычно перепечатывается с моими стихами, конечно, это привлекает читателя, потому что это известное имя, и сразу даёт какой-то знак, что, может быть, это стоит прочесть. А на ваш взгляд, есть какой-то критерий оценки, когда понимаешь, что эта аудитория тебя поняла, потому что, если мы говорим и цитируем, например, фразу из фильма «Доживём до понедельника», счастье – это когда тебя понимает. Вот для поэта это тоже счастье, когда тебя понимают, и в том числе понимают те, кто говорит не на родном для вас языке, например. Это, несомненно, приятно, и это, несомненно, важно, но это довольно трудно в этом разобраться, поняли они на самом деле или не поняли. У меня стихи довольно сложные, их надо комментировать, потом они погружены в атмосферу именно восточноевропейскую, это тоже надо комментировать. Когда у меня бывают литературные вечера, я обычно комментирую эти стихи. сначала говорю вот тут фраза такая-то такая, она вот намек на такие-то такие обстоятельства. То есть, вы объясняете, что вы делаете? Я объясняю, да. Может быть, это делать не стоит, но так получилось, что я это делаю. Трудно судить, насколько аудитория поняла. Иногда говорят, можно судить, не знаю, по реакции публики, по количеству и качеству аплодисментов. Ну, может быть, и можно, но, по-моему, это тоже очень обманчиво. Часто хлопают просто из вежливости. Ну, вот интересно, что вы рассказывали в начале нашей программы о том, как Ахматова вас сначала не оценила, а потом нашла и сказала вот ту самую фразу про «здесь есть тайна». Вот с аудиторией, с читателями там вот такого сигнала, наверное, чётко не расслышишь. Да, вот как с Ахматова? Ну, вы знаете, бывают сигналы, потому что бывает, что читатель напишет что-то. Потом у меня есть опыт с английскими переводчиками. Есть два человека, две женщины, которые переводили меня на английский, сделали пару книжек, и вот они сами меня нашли, потому что то, что они прочли в интернете в английских переводах, не их переводах, а чьих-то других переводах, это их заинтересовало. И они сказали, вот я хотела бы этими стихами заняться более вплотную. Ну, мы и занялись вплотную, но тут трудно, потому что никто, как и Анна Андреевна Ахматова, почти никто не знает литовский язык, кроме самих литовцев. Но приходится делать подсрочники, а потом, когда из подсрочника уже делают перевод, приходится его править, говорить, вот тут, извините, я имел в виду нечто другое, или тут вот как-то, вы вот, может быть, не заметили, но тут есть определенная языковая игра, вот, как бы ее передать в английском тексте. Переводчики обычно люди сговорчивые, они учитывают ваше мнение. Ну, вот, такие сигналы бывают, когда получаешь письма от читателей, я, например, довольно много писем от поляков получаю, потому что на польский язык вот тут я могу контролировать. Когда меня переводят на польский, я по-польски говорю как по-русски, то есть, вот как сейчас с вами, и поэтому переводы под полным моим контролем. Но тем более есть такой эталон ваше, Чеслов Милош переводил на польский язык. Ну, переводил еще Станислав Баранчик, это лучший переводчик, который был в Польше с момента «Начало польской литературы», это все говорят, его нет уже в живых, Станислава. Он очень хорошо переводил, но он переводил и того же Бродского, и Шекспира, и кого он только не переводил, и Джона Дона, но и вашего покорного слугу. Так вот, я твердо знаю, что польские переводы хорошие, точные, часто лучше, чем оригиналы, и вот они вызывают у польских читателей иногда положительную реакцию. Ну, конечно, это приятно, хотя все это тлено с другой стороны. Сегодня один читатель отреагировал по одному, а потом отреагирует другой читатель по другому и так далее. Но время все расставит на свои места? Ну, вся надежда на это, но когда оно расставит на эти места, то мне это, честно говоря, на том свете уже будет глубоко все равно. Есть загробная жизнь или нет, все равно мне это будет все равно. Знаете, вот эта фраза, что писатель бессмертил свое имя, то есть написал произведение, которое осталось в веках, то есть для вас это не имеет такого фундаментального значения? Оставить наследие, может быть? Понимаете, что-то после себя оставить, конечно, хочется. Конечно, вот Высоцкий написал строчки «Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть, в чем отчитаться перед Ним». И вот в бессонные ночи иногда думаю, вот есть, чем отчитаться перед Всевышним или нет. Причем это не перед читателем, не перед историей, не перед вечностью, а именно перед какой-то высшей и неопределимой силой. Ну, сам никогда не скажешь, но, в общем, хотелось бы. Ну, что ж, на этом мы сегодня закончим наш эфир. Томас Венслова у нас был, переводчик, поэт, литературовед, эсэист, диссидент и правозащитник. У вас очень много регалий. Спасибо Вам большое, что нашли время и пришли к нам в студию. До свидания. Продолжение следует...